Мама даже изобрела свой из любимых суп. Вы споем, чей стал вкуснее. Мы споем, кто лучше готовится, бабушка или моя мама? Моя две бабушки и моя одна мама. Моя мама готовится лучше. Моя. Маня. Моя мама готовится лучше. Ммм. Володя. Мы кушаем. Да пожалуйста. Осторожно. Осторожно. Да, это точно. Какая красота у них есть. Была прям в нем. А это что за папа? Смотри, тут его все подокрасил. Передайте немножко. Что интересно, никто специально за стол не сажал. Вот встала сестра сейчас. 12 сестры, 12 братьев. Кто-то не зашел, кто-то в другое место обедает. Кто-то торопится. Ну вот именно 12 на 12. Что включено это? Господь показывает. Я говорю, что он где-то гуляет. Главное бургатор угощает вокруг головы. И он так огурец насыпил и говорит, и один из вас предаст меня. А БХС нас нравится. Вот так сложилось, что на западе, в западной церкви, это и пакистанцы все. Они считают главный праздник в Христианске, это Рождество. Да, да, да. Там такая распродажа идет в магазинах. Столпотворение там. Идейки разные. А в восточном секторе, в православных так назовем, Пасха. Ну и спрашивают, а какой важнее праздник? Праздник. Если было о разных личностях, тогда можно сказать. Без рождения, дальнейшей жизни Христианске. Все остальное это зависает. Но посмотрим, как сложилось. Голгофа, распятие Христа и Гевсимания. Они идут вместе. Я вам скажу, что означают еще эти буквы, 4-5 буквы Г. Господь, Голгофа и дальше идет Гевсимания. Так Бог сделал. Каждую неделю мы отмечаем не рождение, а воскресенье. Хотим мы того, не хотим, но это же отмечается во всем мире. Кроме того, Христос попал в опалу большую у одного только человека, у Юрода, в претензии на то, что как бы он не воцарился вместо него. А сам своих сыновей двоих, которые закончили университет в Риме, и кто-то показал, что они хотят его свернуть, тот сразу казнил обоих сыновей. Жену, мать, всех под нож в пустил, как народ. И поднял руку на Христа. Но в этом событии и закончилось. Дальше уже что-то было. Тридцисы церкви и египетские пирамиды, и в Польше это написано, много что. Но с этим закончено. И в обвинениях христианам никогда не ставили, что они верят в рождение Глотника, сына Марии. В это верят 2 миллиарда мусульман. В это верят 2 миллиарда буддистов. Это естественно. Но в воскресенье не верят 2 миллиарда мусульман и 2 миллиарда буддистов. Не верят. И первых христиан именно в этом обвиняли. И несете такое учение, сам за себя не мог заступиться. И речь шла только о воскресенье. И вот я стал смотреть, это немножко как бы мистик. У нас цифра главная какая? Не шестерка. Шестерка настораживает, а семерка полнота. Христос воскрес. Спасибо Богу. Не случайно или нет, что у русского народа вот такое все, которое указывает на пренебесность. И вот воскресенье Иисуса Христа для православных это центральное событие. А почему, я потом еще раз покажу. Так уже случилось. Это исторически так сложилось. Все эти 11 крестовых походов были, которые были не к рождению, не к Лифлеему. Почему? Но это далеко еще не все. Мы верим в воскресенье Иисуса Христа. Так, мы знаем есть истина. Я стал думать, может и здесь что-то заложено. Это бывает в одной букве что-то. Был Авраам, теперь Авраам. И изменилась вся жизнь судьба человека. Была старая. Чутрика подальше Ре сказала и веет. Она вообще не выговорит. Видимо, трудно было сказать. И изменилась жизнь судьба человека. Вот смотрите, есть такое слово, которое сегодня нам мужчины из обихода. Ерес. Смотрите, пять букв. Ерес. И сатана с четырех сторон обложил его другими словами. Ну, четырежды пять – двадцать. Двадцать букв точно так же. Что? Конфессия – динаминация. Двадцать букв. Четыре пятерки и в середке ерес. Ерес закрытый. Никогда на это не поддавайтесь. Никаких конфессий Христос не основывал. Это ерес. Те подберут в церковь. В церковь есть истина и ерес сектарская и все остальное. Это никакой воли может не играет, но легче запоминать. Не надо, не надо. Как, знаете, в школе учили, как запомнить, три целых четырнадцать сотых. Кто и шутя, и скоро пожелает, и узнать число уже знает. Будут стать, и получится у тебя вот какая церковь. Или запомнить цвета радуги. Каждый охотник желает знать, где сидит пазан. Красно-оранжево-желто-зеленый, голубое-синее-пиолетовое. И вот крестьян, видимо, Господь дает какие-то нам зацепки. И зацепки эти очень серьезные. Вот поздравления никакого. Рождеством, все. А здесь Христос воскрес. И в ответ предполагается, скажет, воистину воскрес. На праздник Рождества нету даже приветствия никакого. Нету просто праздника и все. Здесь другое, ночевледение. И далее. Каждое яйцо из триллиона яиц говорит о воскресении Христа. О рождении еще нигде не говорит. Почему? Это неправильно, что Мария Магдалина Тиверева яйцо дала там печеным. Печеным ничего нету, кроме шелухи. Живое, пока живое, там зародыш. Это гроб. В середине жизнь и жизнь воскресает. Каждая рыба. Каждая рыба, которая имеет икру, говорит о воскресении. Почему в лазере в субботу разрешается икру? Она внутри гроба и теперь выходит. И вот поэтому все-таки православные люди, они более нежные, чем западная церковь. Я не в обиду им хочу сказать, но именно так. Они окружили в воскресении буквально все. Рыба. Ну и дальше я уже говорил. Каждое яйцо в мире, яйцо птичьего, яйцо дикой птицы. Все говорит в воскресении. Мы окружены буквально везде. Ну, допустим, тебе о смерти не хочешь говорить, то спать-то ложишься. А сон прообразует смерть. Лазарь вдруг уснул, говорит, на самом деле умер. И мы молитву читаем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит где-то. Поэтому, это мое мнение такое в православии, легче найти воскресшего Христа. Потому что этих символов миллиарды вокруг нас и везде. Я не унижаю нисколько этот праздник. Первые христиане, они знали только один праздник. Крещение и Рождество, соединенное вместе. И наша эра с ошибкой четыре года идет от Рождества Иисуса Христа. Но мы ожидаем вновь грядущего воскресения Христовым. И дьявол покусится именно на это. То есть антихрист, когда придет, он постарается все сделать, подражая Христу. Не сможет сделать только одно, чтобы его распяли, а он воскрес. Этого не будет. А Рождество у него есть. Мусульмане верят, Исаат Марьями родился. В это верят. Прямо в их священной книге так и написано. А что воскрес нет, это ошибка христиан. То есть дьявол блокирует не Рождество, а воскресение. Поэтому если нам будет где-то выбор, выбирать между западной и восточной церковью, нож в горло никогда не отступать от православия. Православие это нежность, это красота, это все объемность. Буквально во всем. Я не открываю никакой тайны, просто я об этом размышлял. И даже вот увидел слово ересь, пять букв. Два слова деноминация компестия, двадцать букв. Со всех сторон по пять, пять и четыре, двадцать. Случайно или нет, не знаю, но мне это очень интересно. Потому что в буквном наражении многое что-то показано. Ну, что особенно крестик носить? А можно, он же не спасает нас. Мы сказали бы носить звезду пятиконечную. Ты же не наденешь? Или шестиконечную? Пятиконечная масонская, шестиконечная сионская. Я не знаю, как так получилось у нас икона с Жорданвилля. Там люди не расположены к масонам. И однако масонская звезда была. Я попросил нашу сестру Азу замазать ее на иконе. И она замазала. Но у нас была еврейка, та до того возмущалась. Я говорю, что свою родную сестру увидела эту звезду. И она хорошее отношение имели. Из-за того, что звезду шестиконечную замазали здесь. Так аккуратно, даже незаметно. Она как смутилась и стала буквально бунтовать. Я понял. Сатана сидел. Сатана сидел на иконе в этом знаке. Почему? Владимир Войнович этот пишет, что и священник не крестился, а звездился. Он продал душу КГБшникам. Он звездился. Как уж он там звездой изображал. Поэтому четко, ясно всегда изображайте крестное знание. Для нас, конечно, четыре стороны света – это крест. И на кресте явленная любовь. В рождении ничего не было. А Господь говорит через Павла, что вы познали превосходящая все любовь Божия. Что высота и что глубина. Что широта и что долгота. Четыре света. А как истолковать? Христос сидел на кресте. Он так широко распростер руки. Широта любви. Чтобы всех захватить. Придите ко мне все труждающиеся обременно. И такая долгая, долгая, мучительная смерть, которая нас вводит в долгую, вечную жизнь. И крест такой высокий, что как ключ отверстит нам дверь в небо. Познать высоту его любви. И глубина. Почему Иисус Чели по даму. Достиг до самого конья греха. И разрушил вратыни врата ада. Вот это широта, высота, глубина и долгота явно на Голгофе. Но Голгофа и воскресенье они неразрывны. Неразрывны. Это считается как объявление. И дальше идет Пасхальный день. Вот такие у меня размышления. О Рождестве Христовом. И о воскресенье Христовом. Спасибо, Христос. Это обрезать нет? Да, оторвать надо будет. Быстрее.